Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, добрый день! Тема нашего сегодняшнего разговора – Книга второзакония, глава 18. Напомним, что Книга второзакония – это есть такая конституция народа Божьего Израиля, оказавшегося на земле обетованной, получившей ее от Бога как дар, и вот этот народ устраивает свою жизнь на основаниях, данных Богом, и эти основания выражены, изложены в книге второзакония. Второзакония, то есть второй раз закон излагается, это есть то, что имеется уже в книгах «Исход», «Львид» или «Числа», но повторяется еще раз в таком более сжатом, лаконичном виде в какой-то из выбранных богословских перспектив, то есть какие-то вещи, имеющиеся в книге «Львид», немножко иначе слагаются в книге второзакония, потому что, конечно же, каждая из книг Ветхого Завета, независимо от того, кем и когда она была написана, имела свою необычную редакционную историю. Итак, глава 18 рассказывает нам о том, что у евреев есть священники, есть левиты, есть те, кто лишены удела земли в этом Израиле, в этой Палестине, и вот указывается на то, какие права должны иметь представители этого рода, рода Левиена, рода Аарона. Из книги «Бытия» мы знаем, что у прадца народа Божьего Израиль, Якова, он же Израиль, были дети. Их было 12 мужчин, поэтому и колен 12, и племен 12 в Израиле. Из них имя одного нам оказывается очень важным при разговоре о главе 18, а именно «Левий». Так вот, все потомки Левия в дальнейшем, когда Израиль будет населен евреями, они будут заниматься культовыми вопросами, служением при храме, при скине, при святилище. И в этой связи, и вот об этом рассказывает эта глава, они будут лишены возможности иметь вот свой удел, свой на дело, свою часть на территории Ханаана и Палестины. У Левия было три сына и одна дочь, и Яховеда. Так вот, у этой Яховеды, ее потомками являются и Моисей, и Аарон. И если Моисей оказывается руководителем, вождем, таким настоящим полководцем или даже пророком, странствующей общины Израиль, то у Аарона другая специализация, другая у него стезя, он отвечает за культовые вопросы. Аарон – это священник или первосвященник. Так вот, в дальнейшем все левиты занимаются служением при храме, но не все левиты являются священниками при храме, а именно лишь Аарониды, потомки Аарона, являются священниками или Коинами, или по-другому Когенами, и от этого разные есть имена, и русские, и европейские, Кан, Кон, Коган и так далее. Это все фамилии, которые связывают, носители этих фамилий с Ааронидами, с теми священниками, которые как раз и занимались принесением Богу жертв. Так вот, священник, в отличие от нашего времени, не очень часто проповедовал, возможно, вообще это была вещь чужда его, такому обыденному житию, но он регулярно, когда череда его наступала, отправлялся в храм и там приносил Богу жертвы, а именно резал скот чистый, совершенный, подходящий для принесения в жертву, и выполнял функции священника. Священник приносит Богу жертвы от имени народа. До сегодняшнего дня священники христианские, православные или католики тоже занимаются этим служением. Мы тоже приносим Богу жертвы. Впрочем, наша жертва, как она называется в служебнике, жертва словесная и бескровная. Вот, ну, а в принципе, вот эта суть этого служения, а именно принесение от имени народа жертвы Богу до сегодняшнего дня сохраняется в жизни священника традиционных христианских конфессий. Резюмируя введение, разговор про колено Левиена, скажем, что все потомки Левия, мужчины, были левиты, но не все были священники, а лишь потомки Аарона были этими самыми коинами, проносящими Богу жертвы от имени народа. Итак, после этого вступления почитаем сам текст. Стих первый, глава 18. У священников левитов, у всего племени Левия не будет, в отличие от прочих сынов Израилевых, своего надела и доли. Их доля – приношение к Господу. Ими они и будут кормиться. Вот указана финансовая база, экономическая основа всего пропитания всей жизни левитов. Эта база такова. Вас должны кормиться, держать прочие колена, потому что вы занимаетесь делом гораздо более важным, чем война, чем торговля, чем возделывание земли. Вы занимаетесь служением при храме, при святилище, при Скинии. Не будет у племени Левия доли среди братьев. Их доля – сам Господь, как Он и обещал. Ну вот очень такое сильное выражение, что доля, либо надел, либо удел этого колена, колена Левиена – это сам Господь и все, что с Господом связано. А именно храм, его работа, принесение Богу жертв и так далее. Ну, впрочем, конечно же, я сказал, что не было функции священников проповедь и так далее. Но иногда была. И книга второзакония налагает на священников обязанность, где бы они ни жили, научать или учить евреев закону Божьему. Поэтому, во-первых, эта функция у священника была принесение Богу жертв, жертв кровавых, валов, агнцев, горлиц и так далее. Но также иногда, когда такие были возможности и таланты у священника, он занимался также и наставлением евреев в началах закона Моисеева. Написано, ваша доля – сам Господь, и поэтому вас должны содержать. Напомню, что все времена экономика была натуральная, и поэтому то, что мы сейчас называли бы налогом, налогом на левитов, на священников, это все тогда имело натуральную форму. То есть, не какие-то деньги, монеты, золото собиралось, отправлялось. Нет, все было гораздо более проще. Какие-то доли о десятины, которая приносилась в храм, вот по праздникам отдавалась священникам, левитам. Часть этой десятины она шла на содержание тех, кто с храмом был связан. Ну, напомню для тех, кто, может быть, не в курсе, что в описываемое нами время и вообще всегда в истории Израиля у него был лишь один официальный храм. Была парочка неофициальных, мы знаем об этом из истории, из источников, но храм был один официальный, легитимный, скажем так, который пророки признавали и за его репутацию ратовали, за его чистоту совершаемых жертв тоже они родили. Так вот, именно со служением около или в этом храме, вот мы о нем и говорим. Что же нужно отдавать священникам для их содержания? И вот стих 3 рассказывает нам ту долю, на которую священники имели право. Итак, читаем. Вот что народ должен отдавать священникам. Кто приносит в жертву крупный левилки скот, то есть тот пусть отдает священнику переднюю ногу животного, его челюсти и желудок. Вот ни больше, ни меньше, дорогие друзья, указана эта доля, эта часть священника. Священник имеет право на ногу животного, переднюю ногу, на его челюсть, видимо, на его голову и на желудок. Ну, конечно, желудок не очень-то часто является предметом питания, хотя, впрочем, можно использовать и его, а кроме всего прочего, около желудка есть жир, и вот этот самый жир вполне мог быть приятен и годен женам священников для того, чтобы приготовить какую-то вкусную пищу. Отдавай священнику первое зерно, вино и масло от своего урожая, а также шерсть от первой стрижки овец. Ну, вот указано еще, значит, то, что не мясное, это есть доля от так называемых первин, первого урожая, зерна, вина, масло, и вот видите, первая шерсть от первой стрижки овец. Ну, в наше время это были бы, наверное, все-таки деньги, потому что экономика у нас имеет природу такую денежную, да, лимонетную, но все времена натуральная была специфика хозяйства, экономики, и поэтому священник претендовал на долю в натуральных продуктах. И вот обоснование ниже. «Ведь Господь твой Бог избрал его из всех ваших племен, чтобы он и его потомки всегда предстояли и служили имени Господа». Вот, обоснование, что это не их привилегия, это не их какие-то качаемые права, это не потому, что вы должны как господам им служить и так далее. Нет, все по-другому. Однажды Бог избрал Левия, сына Якова, сына Израиля, чтобы он был родоначальником всех левитов, всех священников. Так устроил Бог. Поэтому ты должен, Израиль, исполнять Божье предписание. «Если левит, живущий в одном из ваших городов, где бы то ни было в Израиле, придет, когда захочет, на то место, которое изберет Господь, пусть служит имени Господа своего Бога, как и братья его левиты, предстоящие там пред Господом. Он должен получать препитание наравне с ними. Пусть даже у него есть средства от продажи родового имущества». Но вот указано и про других левитов, которые не священники. Левиты-левиты. Значит, функция левитов была тоже довольно важная, и без него никак. Они служили при храме, они заботились о храмовом культе, но они не приносили Богу жертв. Они занимались обеспечением финансовой, хозяйственной, бытовой, гигиенической, скажем так, жизни, санитарной жизни всего этого огромного комплекса, которым являлся храм, и храм и Соломонов, и храм Ирода, и храм вернувшихся из плена евреев. Это было большое хозяйство, и там были целые хранилища, и сокровищ, и приношений. Там нужно было обеспечивать, чтобы люди, приходя, получали необходимое, и можно было принести жертву, чтобы не было очередей, и чтобы было чисто, чтобы не пахло, чтобы изливаемая кровь, она быстро куда-то там убиралась. И там были и водоемы, где можно было искупаться. И, короче, все это нуждалось в присмотре. Так вот, работы Левита, заботы Левита, было наблюдение за тем, чтобы все хорошо работало, и чтобы все было красиво, исправно и симпатично. В стихе седьмом указана суть служения Левита, и выше это служение, это суть представлена в стихе пятом, когда речь шла о священниках. Итак, в чем состоит служение Левита, и священника, и не священника? Это есть служение Божьему имени, или служение Божьего имени. Таким образом, священник, либо Левит, Богу служит, призывая его имя. Вот имя Бога является каким-то представителем самого Бога в этом народе, его служение, его имени, как будто бы восходит к тому, кто является его владельцем и носителем, к Богу Израилеву. Итак, на этом заканчивается сюжет, посвященный жизни священников и Левитов. Начинается новый раздел, рассказывающий о том, как непросто жить будет евреям в той земле, которую они завоюют, а именно в земле, где живут многие племена, которые практикуют нехорошие и дурные религиозные обычаи. Итак, читаем стих 9. «Когда вы придете в страну, которую отдает вам Господь, ваш Бог, не приучайтесь делать мерзости, какие делают те народы». Ну вот мы уже много раз разбирали эти сюжеты, они повторяются во второзаконии постоянно. Есть местные жители, разные Евусеи, Гердисеи, Амария и прочие, которые делают в своей религиозной жизни мерзкие вещи. Они делают мерзости. Эти вещи, они вызывают у Бога отвращение, и у этих вещей нет права на то, чтобы существовать дальше в этом регионе, и нужно от всего этого отказаться. И вот ниже указано, какие же вещи вызывают у Бога неприятие. Ну вот, например, стих 10. «Пусть никто из вас не приносит в огненную жертву сына или дочь». Вот ни больше, ни меньше. Огненная жертва, куда можно принести или отдать в виде этой жертвы своего ребенка, своего сына или свою дочь. Ну, скорее всего, имеется в виду то, что действительно иногда, когда была такая необходимость, какое-нибудь бедствие, или какое-то было особенное религиозное рвение у Хананея, то иногда сына или дочь можно было принести в жертву, в Аалу, Астарте, или прочим богам пантеона ханаанского. Но вот написано, что они занимаются этим, это является мерзостью, а вы, евреи, так поступать не можете, не должны. Пусть не будет среди вас ни прорицателей, ни гадателей, ни предсказателей, ни колдунов, ни заклинателей, ни тех, кто обращается к мертвецам и духам ведунам, ни тех, кто взывает к мертвым. Ну, описывается такая очень многообразная, многоплановая религиозная жизнь, выражающаяся в том, что, как у прочих народов, у Хананеев были свои шаманы, какие-то вот люди, знающие какое-то знание, умеющие что-то предсказывать, указывать, привлекать или удалять от человека. Так вот, все это многообразие этих вот служителей религиозных, в кавычках мы, конечно же, это выражение будем использовать, у вас не должно этого быть. И вот вызывает, конечно же, интерес, насколько таким секулярным, по-нашему, мы бы сейчас так сказали, секулярным является предписание книги Второзакония. Пускай у вас не будет вот всей этой мишуры, связанной с богами, с религиозным, с каким-то мистическим. От чего этого надо избавиться? Ничего это для религии не надо. Никакие вот такие вот неприцания, никакие-то предсказания, никакие-то чудеса. Ваша религия, о евреи, является в хорошем смысле религией рациональной, здравой, свободной от разных суеверий и ложного, вредного, неприятного мистицизма. Всякий, кто делает это, а именно является колдуном, вызывателем мертвецов и так далее, является для Господа мерзким. За такие мерзости Господь, ваш Бог, отберет у тех народов землю и отдаст ее вам. Но видите, любопытна связка между принесением в жертву огненную сына и дочери и вот этого ниже идущего перечня этих разных шаманов и колдунов. Какая-то, возможно, связь была. И, возможно, именно эти люди, желая как-то вызвать какие-то очень чувства религиозные, впрочем, мрачные природы чувств, такие тяжелые чувства, какого-то страха, какого-то ужаса, они и были инициаторами того, чтобы детей приносить в жертву богам. И вот поскольку это есть нечто единое целое, у вас, у евреев, не должно быть ни первого, ни второго. «Народы, у которых вы отнимаете землю, слушают гадателей и прорицателей, но не такое предназначение дал вам Господь ваш Бог». Вот. Значит, они слушают своих колдунов, своих шаманов. Вы слушайте Бога, потому что вы другие, чем местные народы. Бог вас избрал, чтобы сделать вас иным народом, свободным от этого темного мистицизма, от всех этих ужасных религиозных деяний. «Господь ваш Бог пошлет вам пророка, подобного мне, это будет один из вас, его слушайте». Вот. Ну, это очень сильный стих, глава 18, стих 15. И в этом стихе полагается основание для целой такой традиции, которая потом будет занимать большое место в жизни и иудаизма, и христианства, и даже ислама. Итак, в этом стихе рассказывается о том, что у Моисея будут пророки, да, вот пророк будет послан один, второй, и все они будут подобны Моисею. Ну, какие пророки? Ну, какие-нибудь Илия, там, или, не знаю, либо Елисей, либо Нафан, либо пророки, которые писали тексты Исаии, Иеремии, Иезекии, Иль, Агей, Сафонии и прочие пророки. Вот эти лица являются носителями служения Моисея. А именно отстаивать Божью правду, бороться с искажениями этой правды, бороться с влиянием, идущим извне, от местного населения, от хананеев. Вот. И в этом отношении каждый из пророков, идущих за Моисеем, является таким маленьким Моисеем или продолжателем дела Моисея. Но этот стих можно понимать еще, друзья, и иным образом. Дело в том, что есть пророки, а есть пророк с большой буквы П. Да, вот он один такой, единственный. И в этом отношении есть две вершины. Вот, значит, Моисей, и вот пророк. И между этими вершинами есть маленькие такие вот горные цепи. Это есть такие просто пророки. А вот однажды Бог пошлет евреям, одного из евреев, написано одного из вас, пророка, да, подобного Моисею, и вам нужно будет его слушать, потому что он будет таким же от Бога уполномоченным служителем, могущим полагать основание нового завета между Богом и между Израилем. И, конечно же, из моих слов можно предположить, можно догадаться, что именно о Христе, о Мессии, вот, этот стих возвещает. Поэтому стих 15 является стихом мессианским. Этого пророка, этого нового Моисея долгое время, веками евреи ждали, ждали и дождались, потому что родился Иисус. И многие из евреев, многие из евреев в нем увидели настоящего Божьего Христа, Божьего Мессию, настоящего пророка, такого же, как Моисей. Но на этом жизнь этого стиха не закончилась, потому что и после вочеловечения Мессии, Бога Человека, Христа, все еще ждут, все еще ждали разные народы этого пророка, ждут этого пророка еще и евреи. А вот мусульмане думают, что они дождались этого пророка, а именно о Мухаммеде, как думают мусульмане, стих 15 им возвещает. Поэтому в их вот такой вот схеме, в их архитектуре, их вот богословие, две вершины, это есть Моисей и Мухаммед, а между ними есть маленькие или более меньшие вершины, это есть другие пророки, Давид, там Исаия, Ной, да, и Иисус тоже, пророк Иса. Итак, «Так исполнится то, о чем вы просили Господа, вашего Бога, у Харива, в день собрания всей общины. Вы сказали тогда, не надо нам больше слушать голоса Господа, вашего Бога, и смотреть на это великое пламя, иначе мы умрем. Господь сказал мне, правильно они говорят, дай им пророка, я дам им пророка, подобного тебе, это будет один из них, я вложу слова мои ему в уста, и он будет возвещать им все, что я повелю возвестить». Если кто-нибудь из человеков не послушает слов моих, слов сказанных пророком от моего имени, я сам покараю такого человека. Ну вот описывается служение этих будущих пророков или будущего пророка с большой буквы «П», служение Христа, вот, значит, и описывается суть этого служения, точнее так, не суть, функция этого служения. И, в принципе, описание оказывается правильным, потому что Бог его не опровергает. Бог говорит, да, так все устроено, поэтому пророки нужны. Как же понимается суть или главная функция пророка в стихах 17-20. А вот так понимается, есть Бог и есть его собеседники, есть народ. Так вот, прямой контакт Бога и человека, он невозможен. Точнее, возможно, но итогом этого контакта является то, что человек, как нечто несоизмеримое, как нечто бесконечно хрупкое и тленное, и какое-то приходящее, не может этот контакт перенести, вынести, пережить. И поэтому финалом этого взаимодействия оказывается неизбежна кончина, смерть человека. И в этом отношении, как написано в Писании, страшно попасть в руки Бога живого. Или по-другому, в другое место, невозможно увидеть Бога и остаться в живых, и не умереть. И, конечно же, явление Бога или Теофания, Эпифания означало кончину человека. Вот так вот. Потому что Бог выражается в таких вещах, как пламя, как огонь, как буря, как ураган, а невозможно быть в центре урагана, бури, огня, пламени и остаться в живых. И чтобы контакт был возможен, чтобы разговор между Богом и человечеством продолжался бы, нужны посредники, нужны вот такие пророки, которые будут устами Бога в народе Божьем. Бог говорит пророку, пророк может вынести разговор с Богом. Этот разговор для пророка оказывается мучительным, страшным, беспокойным, подчас вызывающим уныние, депрессию, оторопь и так далее. Но такое служение пророка и пророк его несет, является устами Бога в народе, в котором пророку нужно или должно быть. И так вот в этих стихах предписывается то, как нужно относиться к преемникам Моисея. Да, вот так, с почтением, с обниманием, с очень большой даже любовью. Да, но, конечно же, будут разные лже-пророки. То есть, не все пророки, выступающие от имени Бога Израилева, Бога Иегова, являются настоящими пророками. Да, потому что будут те, которые, вот об этом возвещает нам стих 20-й, а пророк, который дерзнет говорить от моего имени то, что я не повелевал, или будет говорить от имени других богов, должен быть предан смерти. И так будут пророки, но будут и лже-пророки. В этом отношении очень важно уметь определить, какой из них есть пророк, Бога, посланник Божий, а кто из них есть самозванец, которого слушаться не стоит, и как написано в стихе 20-м, нужно его предать смерти. И вот в стихе 21-м и дальше есть критерий, как можно лже-пророка вывести на чистую воду. И так читаем. Ты можешь подумать, но как же мы сумеем распознать то, чего Господь в действительности не говорил? И если то, что скажет пророк от имени Господа не сбудется и не исполнится, значит, этого Господь и не говорил. Пророк сказал это лишь по своей дерзости, не бойся его. И вот дается в этом месте критерий определения того, кем является человек, самозванцем или действительно тем, кто выступает от имени Божьего, несет его весть, выражает его волю. Критерий очень простой. Сбудется не сбудется. Если предсказанное человеком сбывается, то, вероятнее всего, он является действительно избранником Божьим. И наоборот, если он, сказанное им слово, не имеет реализации в будущем, то он, вероятнее всего, самозванец. Ну, конечно же, это суждение имеет свои какие-то, понимаете, не совсем рациональные и правильные последствия. Что имеется в виду? Во-первых, выше книги второзакония рассказывалось о том, что будут пророки, которые будут очень эффективны и будут пререкать и предсказывать и делать чудеса, но маленькое исключение, маленькое пояснение, их учение о Боге будет неправильным и неверным. Тогда получается его тоже слушать не стоит он лже-пророк, сколько неэффективным является его служение. Ну, и дальше, скажем, еще одна очень важная вещь. Ведь мы знаем одного пророка, который был послан Богом к неневитинам, жителям города Неневия, и который знал, что предсказанное слово им париятнее всего не сбудется. И при всем при этом, конечно же, мы узнали этого пророка, пророк Иона, он является истинным, Божьим пророком и посланцем. Поэтому сказанное в конце главы 18 суждение о том, кто является пророком истинным и лже-пророком, этот критерий нуждается в коллективах. То есть, как можно сказать, чаще всего или как правило, или это закономерно Божьему посланцу говорить то, что однажды станет частью жизни. Вот так. Но, конечно же, этот критерий является тем, кто должен быть дополнен другими очень важными моментами. Дорогие друзья, голова прочтена, голова интересная, рассказывающая нам о священниках, о левитах и о пророках и лже-пророках. На этом наш разговор закончен. Портал экзогет.ру из Петербурга. Спасибо за внимание.